Сегодня Донецкую мэрию пикетировали защитники животных. Они утверждают, бездомных собак, причем даже чипированных, коммунальщики массово травят. Что ответили на обвинения городские власти, слышала Ольга Соломяная. Нас сначала стерилизуют, затем убивают ядом. Под стенами Донецкой мэрии скандируют зоозащитники. Активисты утверждают, собак травят медицинским препаратом, а убивают братьев меньших городские коммунальщики. Мы один раз только делали исследование этих таблеток. Это был изонезид, противотуберкулезный препарат. Разбросали, как в последний раз было на горбольнице. Когда увидели, что мы туда кинулись, они быстренько это все собрали. Татьяна Белокопытова решила поддержать акцию вместе со своим питомцем Деймоном. Разбрасывают траву у нас на бассейн, да и на мирном везде. Отравятся домашние животные. Я боюсь за свою, у меня тоже моя собака есть. К митингующим выходит начальник главного управления благоустройства и коммунального обслуживания. Константин Савинов приглашает защитников животных к диалогу. Для этого предлагает всем пройти в сессионный зал мэрии. Активисты остаются на улице. Проходим? Нет, мы еще не все сказали. Кому вы говорите? Прохожим людям. В мэрии отрицают, что коммунальные предприятия причастны к отравлению животных. Это как минимум инсинуация. Наше коммунальное предприятие не имеет даже таких препаратов, которые перечисляются с заявителями. Ну и понятно, что за наличный расчет тоже, но никто их покупать не будет. Спустя 10 минут зоозащитники все же заходят в гурсовет. Там официально зачитывают свои требования. Принять немедленные меры к прекращению преступного истребления бездомных животных. Назначить время экстренного совещания рабочей группы с присутствием Лупьянченко. Константин Савинов уверяет, ни одного обращения о массовом отравлении бездомных собак в мэрию не поступало. Тем не менее, доводы защитников животных пообещал проверить. Ольга Сламяна, Евгений Якунин, телеканал Донбасс. В Красноармейске горят легковые.